Всем привет! Это кулер от процессора компьютера. Его надо прочистить. Сейчас буду прочищать от пыли. Вот, я его уже один раз чистил. Вместо его наклейки, которая была, наклеил обычную такую. Вот. В общем, сейчас буду прочищать. Так, вот сколько пыли здесь. Вот это все надо прочистить пылесосом. Так, пропылесосил все. Теперь нужно вот эту старую термопасту удалить с радиатора, ну и с процессора тоже. Потом нужно будет новый помазать. Самое главное, это прочистить внутри. Там вот внутри есть подшипник. Там есть такое запорное колечко небольшое. Надо его снять. Обычная иголка для швейной машинки. И попробую как-нибудь подцепить, что ли. Есть такое кольцо нестандартное, у которого нет сзади вот такой выемки, чтобы подцепить. Очень неудобно сделано. Ладно, я пока ставлю на паузу. Потом, когда получится, то продолжу. Удалось мне его снять, это было очень нелегко. Вот посмотрите, как оно выглядит. Это вообще сделано так, чтобы разобрать было невозможно. Вот так вот оно выглядит. Просто вот такая вот пружинная проволочка и всё. Вот такой кусочек пружинной проволочки и всё. Вот так вот. Посмотрим, что там внутри и почистим. Вытаскиваем всё это дело. Вот так вот. И вот мы видим, что вот здесь вот есть пыль. Здесь пыль везде. Сейчас возьму тряпочку и протрусим. Видим пыль, да? Продираем. Теперь надо вытащить подшипнички. Вот так вот один. И второй. Подшипнички протрем. Теперь надо всё хорошенько смазать. Берём масло. Пшикаем внутри. Ну и подшипнички тоже смазываем. Вот так вот берём. Прям вот так вот. И маслицем сюда пшикаем. Вот так вот. Вот так вот. Всё в масле прям моем. Теперь вытираем. Теперь вытираем там, внутри. Так вот вытираем всё. То мы вытирали просто сухое там всё было. А сейчас уже смазаться. Вытираем, то есть сейчас уже чистим окончательно. Так. Ещё надо чуть-чуть почистить. Пшикаем. Почистили. Теперь берём маслице и вот сюда вот пшикаем. Вот так вот. Теперь тоже вытираем всё с маслицем. И теперь будем собирать. Так, один подшипник с этой стороны. Второй подшипник вот с этой стороны. Ещё раз туда пшикаем масло. Прям вот туда вот, где подшипник. Так вот пшикаем туда. Чтобы оно там было. Ну и с этой стороны тоже уже пшик. Не сильно только. Вот так вот. Так. Шипники ссадим на свои места. То есть надо чуть-чуть надавить вот так вот. Там есть выступ такой внутри втулки, что они дальше просто не провалятся. С одной и с другой стороны. Теперь берём вот пружинка у нас внутри. И ставим вентилятор, то есть этот пропеллер. Провернули так маленько его так. Теперь что надо сделать, это поставить запорное кольцо. Сейчас попробую поискать. Вот нашёл какой-то. Вот такое вот нормальное. Не знаю, получится его поставить туда или нет. Оно чуть толще. Толщина металла чуть толще, чем та пружинная проволочка. Попробую его туда поставить. Ну, вроде получилось. Чуть-чуть вот так вот отверточки вот здесь вот надо. Неплохо. Как-то туговато что ли он крутится. Туговато, сейчас всё-таки я его сниму. Попробую без него. Без него намного лучше крутится. То есть всё-таки не годится это кольцо. Толстое слишком. Вот эта толщина очень большая. Не годится. Значит, придётся ставить то дурацкое, которое там было. Вот это. Его поставить, наверное, тоже будет не так-то просто. Потому что оно дурацкое. Но я думаю, всё-таки поставить его будет легче, чем снять. Так что... Да, будет легче, чем снять. Вот снять его тяжело. Поставить. Должно быть нормально. Поставил. Всё. А теперь нормально крутится всё. Всё отлично. Так, теперь что делаем. Теперь вот туда вот ещё маслица. Пшикаем вот так вот. Раз. Немного вот так вот. Пшикнули туда маслица. Теперь вот так вот покрутим его немного, чтобы масло туда прошло. В обе стороны так покрутим, покрутим, покрутим. Теперь что надо сделать? Теперь надо вот это всё сверху, где была приклеена наклейка, очень тщательно вытереть тряпкой. И обезжирить после этого. Потому что, когда будем приклеить новую наклеечку, то на масло она не приклеится. Вот так вот. Витерли. Теперь берём спиртик. Или вот такую вот медицинскую спиртовую салфеточку такую. Так вот берём её. Проспиртованная такая бумажка. И очень тщательно вытираем вот эту вот поверхность пластмассы. Так, обезжирили. Теперь ждём, когда она высохнётся. Так, теперь берём наклеечку. Ну, такую вот наклеечку берём. Сейчас возьмём и заклеим. Вот так вот. И вот так вот плотненько прижимаем. Вот так вот это делается. И лишнее отрезаем. Берём ножик вот такой вот. Ну, хорошо, любой острый годится. И вот так вот аккуратненько по контуру. Ну, вот так вот. Пойдёт. Ещё раз так прижимаем. Чтоб оно хорошо держалось. И всё. Крутится очень хорошо. Лучше, чем было. Это процессор. Берём. И очищаем его очень хорошенько от старой пасты. Я уже почти всё очистил. Ещё чуть-чуть осталось. Здесь вот немного так по бокам. Везде, где она попала, везде надо почистить желательно. Так, тут всё нормально у нас. Так. Теперь берём новую пасту. Она у меня, правда, маленько подсохшая. Но, нормально работает. Сейчас покажу. Так, вот я установил этот вентилятор. Всё держится отлично. Осталось всё подсоединить и включить. Итак, компьютер собран. Сейчас включим и посмотрим. Вот, нажимаем на кнопку. Что, работает? Не шумит уже так, как раньше шумел. Значит, эта прочистка помогла. Вот он крутится отлично. Ну, вот уже всё загрузилось. Ну, в общем, всё работает. Так что... Прочистка удалась. Всем пока. Продолжение следует...